Форум «Утро» разместился на базе одного из аэродромов Нефтьюганска. Обширная территория была заполнена образовательными шатрами каждого региона участника. Делегации представили свои арт-объекты, которые были своеобразной презентацией регионов Уфо. На территории расположились и спортивные площадки. Большие расстояния разрешили преодолевать на велосипедах и лонгбордах. Самое главное – это содержательная работа, которая важна для каждого молодого человека. И тем более, если мы говорим о теме молодые профессионалы, когда надо действительно действовать, думать, делать. Это все, что относится к нашей курганской молодежи. Мы умеем это все делать. За две смены форума ребята смогли получить большой объем знаний как в реализации своих проектов, так и в составлении новых. Преподавателями выступили знаковые фигуры страны – политики, успешные управленцы, кандидаты наук. «Утро» – это большая возможность для каждого – преподавателю передать свой опыт участнику возможности реализоваться. А для кого-то – это возможность улучшить свою жизнь. Для представителя организации «Сильные, активные инвалиды» Виктора Счастливого – это возможность интеграции людей с ограниченными возможностями и обществом. Где-то еще есть такое, что инвалиды в одном месте что-то там, какие-то тусовки здоровые в другом месте. И у меня такая мечта, чтобы это все-таки потоки соединялись, и чтобы все перемешивалось, и уже не было разграничений. Инвалид, не инвалид. Мы должны смотреть глубже. Один из зауральских проектов, который был удостоен гранта на первой смене, как раз посвящен организации досуговой спортивной площадки для людей с ограниченными возможностями. Губернатор Алексей Кокорин, посетивший форум, отметил практическую значимость зауральских проектов победителей. «Приятно осознавать то, что наши молодые ребята уже думают о своих сверстниках, о тех, которые не могут полноценно существовать, жить в этом существующем нынешнем пространстве. Это очень здорово». Всего за две смены представители зауральской молодежи успешно защитили 8 проектов и в общей сумме получили 900 тысяч рублей на их реализацию. Глава Курганской области пообещал помочь ребятам. На встрече с нашей делегацией он заверил, что каждого из победителей ожидает поддержка и на местном уровне. Во время диалога с Алексеем Кокориным молодые профессионалы из-за Уралия смогли обсудить все волнующие их вопросы. Такие, как предоставление дополнительных площадей для образовательных учреждений, проблемы с жильем для молодых специалистов и многое другое. Вообще, форма диалога – одна из особенностей форума «Утро». Участники могли задавать вопросы каждому гостю. Тематика оказалась масштабной, что и показало встреча форумчан с полномочным представителем президента Игорем Халманских и руководителем Росмолодежи Сергеем Поспеловым. Вопрос о том, где будет проходить следующее утро, вызвал небольшую интригу. Желание стать организатором форума есть у всех регионов УФО. Четыре субъекта у нас были задействованы. Остаются два – Курган и Ямал. Мы вот сейчас думаем. Возможно, Ямал не подходит с точки зрения своей транспортной доступности. Курганская область, ну, к ним уже есть поручения. В этом году в Кургане пройдет форум трудовой молодежи на базе завода КМЗ. Поэтому организатор будущего утра не был известен до отчетного концерта, на котором состоялось торжественное вручение грантов. Вот они, талантливые, умные! Будущее России! Форум утра завершился, но для многих это стало началом. Началом реализации своего собственного проекта. В следующий год молодые профессионалы соберутся в Челябинске. Борис Лайкин, Илья Урванцев, Кирилл Филимонов. Информационное агентство Курган.ру